Дорогие друзья, добрый день, добрый вечер, доброе утро. Алексей Нарышкин у микрофона и напротив меня по видеосвязи Леонид Ивашов, генерал-полковник в отставке, представитель Общероссийского офицерского собрания. Приветствую вас. Здрасте. Здравствуйте. Много шума надел ваше заявление. Некоторые его воспринимают как антипутинское, некоторые воспринимают даже как пацифистское. Вы как его скорее характеризуете? Антивоенное. Это заявление, это выражение общественного мнения ветеранов военной службы Общероссийского офицерского собрания. И я бы уточнил, это не лично мое заявление, это заявление Совета Общероссийского офицерского собрания. Мы и обсуждали варианты, вот и некоторые там отдельные фразы, но примерно 76% наших, ну как назвать, респондентов, наших коллег вот из России, они поддержали однозначно. Ну некоторые там просили каких-то что-то смягчить, кто-то наоборот ужесточить, что не только в отставку, но и к ответственности и так далее. Вот этот вариант был выбран, и я его подписал, наряду с другими членами Совета. Какова, по-вашему, сейчас вероятность действительно такой настоящей войны? Не просто войска на границе, российские на границе с Украиной, а вот полномасштабный конфликт, как вы оцениваете? Вы знаете, мы прошли богатую офицерскую службу, 40 лет в армии на разных должностях, получили образование, хорошее образование, высшее военное образование, вот, и имеем богатый опыт. И мы прекрасно, и я вот, в том числе, видим, какие признаки, вот, из исторического опыта, признаки подготовки к военным действиям, да. И, значит, они были очевидны, причем они сочетались в единую стратегию с дипломатией, с внешней политикой, вот, и, безусловно, все дело шло к войне. И когда уже сосредотачиваются группировки войск, вот, когда выходят к линии противостояния, то есть граница, то любая провокация, даже какой-нибудь один выстрел могут привести к масштабной, вот, такой катастрофе. Все погибнут, вот, вашего, Алексей, возраста, молодые, крепкие ребята, это лучший генофонд будущего нашей страны, и погибнут десятки тысяч, если начнут с масштабной действий. И встает вопрос, а, и первый вопрос политический, а во имя чего это делается? Для чего? Для каких политических целей? Для каких интересов народа и каждого из нас? Вот, и мы об этом четко в заявлении говорим. Мы же знаем официальную, Леонид Григорьевич, мы же знаем официальную позицию российской власти, есть НАТО, есть расширение НАТО на восток, для нас это, якобы, представляет опасность, поэтому надо каким-то образом усадить этих ребят за стол переговоров. Вы вот эту аргументацию разделяете? Да, знаете, Алексей, я работал, профессионально работал, служил точнее, вот именно в системе международного военного сотрудничества, в системе международных военных отношений, то есть военной дипломатии. И много времени проводил за столом переговоров с НАТОвцами, вот, с другими европейскими там военными, с генералами и так далее. Вот, и у меня есть, ну, некоторый, я бы сказал, неплохой опыт. Опыт. И первое, что я скажу, больше всего войны не хотят именно генералов, за исключением там некоторых там, ну, не совсем грамотных будем говорить людей. Генералы не хотят. А вот политики, они могут развязать войну даже во имя того, чтобы победить там на каких-то там президентских там выборах или партейных там выборах, вот. Вот. И они ни за что не отвечают, как правило. Все сваливают на военных. Если победа есть, политики присваивают себе. А жертвы, разрушения и все прочее, все сваливается на генералов, вот. Но мы не поэтому, значит, вот делаем такое жесткое заявление и требуем отставки президента как верховного главнокомандующего. А, значит, делаем это требование, потому что страна наша на грани исчезновения. Посмотрите, назовите мне хоть одну сферу, ну, коррупцию там, бандитизм мы не берем. Сферу, вот жизненно важную сферу, будь то экономика, будь то культура, будь то образ человека, который формирует, да и вообще образ будущего. Все это загибается. И главное, что мы, правительство наше, президент, осуществляет вот эту программу истребления коренного населения нашей России. И даже в демографическую национальную программу, она принималась еще, по-моему, да, при Медведеве, заложено вот это сокращение численности населения. 1,7 на семью. То есть не воспроизводим сюда. И мы видим, две линии четко проводятся. Это разрушение основ государственности России, когда Путин ни за что не отвечает, перекладывает там на регионы. Там наш этот Роснадзор, значит, этот, значит, все берет, действует по инструкциям, ввозы и так далее. Президент говорит там прививаться. Прививки необязательно здесь заставляют повсеместно, именно вот путем насилия такого заставляет прививать и детей и так далее. То есть вот система управления и основы государственности разрушаются. И это стало главной линией деятельности президента Путина и его, по крайней мере, командой, если ее только можно так назвать. И второе, идет планомерное истребление коренного населения. Это программное. Посмотрите, вот 10 русских регионов, начиная там с Мурманска и так далее, за время правления Путина сократилось, ну, в среднем там подсчитывают на 24% количество жителей этих регионов. Неравномерность регионов. Одни имеют какие-то там полномочия сумасшедшие, не подчиняются даже Кремлю, а других там зажимают и так далее. Вот, посмотрите, ну, финансирование, датирование даже регионов. Леонид Григорьевич. То есть страна варится. Поэтому мы требуем отставку, чтобы завтра мы не проснулись, как при Ельсине, при этом величайшем преступнике. Вот. И союза нет. Вот. Леонид Григорьевич, Леонид Ивашов у нас в эфире. Но вы говорите про внутренние проблемы, мы про них здесь часто говорим. А все-таки со внешнего контура угроза есть сейчас для России или нет? Внешнего контура всегда есть. Угроза и риски. Это в военной доктрине, в основах военной доктрины 1993 года, единственный раз в истории России, было записано, что противника внешних у нас нет. Есть там отдаленные риски и вызовы. А главная угроза безопасности Российской Федерации, она лежит внутри. Вот такая дикость была записана. Вот. Поэтому угрозы и риски есть всегда. Но. Но. Вот на данный момент какой-то, кто, вот этого ультиматума, который, значит, предъявили в этом западе, вот, критических ситуаций не было нигде. Это российские телеканалы, вот, за эхо Москвы не скажу, я мало вас слушаю, вот, они подносили, проводятся плановые учения НАТО, вот, проводятся, полеты боевой, там, и транспортной авиации, вот, и это преподносили как угрозу. Да, пожалуйста, реагируйте и так далее. Но мы через систему признаков наблюдались. Наблюдали, что это проводятся плановые учения. А дальше мы реагировали то же самое, проводим там свои те же плановые учения, маневры, пуски ракет и так далее. И все это, ну, было в рамках некритической ситуации. А дальше нужно было, вот, дипломатии нашей и военной, и гражданской, вот, наступательную политику проводить. Но не предъявлять там какие-то ультиматумы, что вот завтра вы нам дайте ответ, выполните наши требования и так далее. А просто предлагать. Я в свою бытность начальником главного управления международного военного сотрудничества, вот, убеждал министра обороны. Вот, и мы готовили план коллективной системы европейской безопасности. Вы знаете, это очень было хорошо воспринято. Ну, американцы, англичане там заблокировали. Но, тем не менее, мы пошагово двигались, вот, снижению уровня, уровня напряженности. Мы принимали совместные меры, значит, к тому, чтобы случайности в пусках или ракет, значит, там, или вот каким-то инцидентом в ходе учений, ну, все это инциденты не выливались в какие-то большие, большое противостояние. Вот, и в 97-м году основополагающий акт России НАТО был создан, был образован Совет России НАТО, вот, на уровне комитетов там, министров иностранных дел, потом министров обороны и так далее. И мы несли ответственность. И, кстати, вот, и американские коллеги, пусть и в меньшей степени, но и европейские коллеги откликались. Мы, вот, генералы, мы находили всегда, вот, некий выход из ситуации. Вот, поэтому война – это самое последнее, как говорится, слово, когда уже вот невозможно иными мерами политического, дипломатического, экономического, культурного, кстати, вот, характера остановить войну. Вот тогда уже нужно принимать и решать вот эти вопросы. Но, насколько я понимаю, вот эти вот инструменты политические, они не исчерпаны. Ну, а зачем тогда вот эти вот действия, зачем вот это с российской стороны нагнетение, нагнетание на границе с Украиной? Какие мотивы? Мы на Совете офицерского собрания обсуждали вопросы, ну, разные версии предлагали, но в целом мы сошлись, что причина вообще-то внутренняя. И вот выйти из этой, ну, Россия в системном кризисе сегодня находится. Я еще раз повторю, возьмите любую сферу, там, медицин, далекую даже от военной сферы, там, медицина, культура, образование. Я уже 20 лет профессорами являюсь, вот, вузом нашим. Вот. Видим, что все деградирует, все валится. И мы понимаем, вот, и на заседании там ученого совета Академии геополитических проблем, мы видим, Россия заканчивается. И Путин, еще раз подчеркну, вот эти две линии проводит четко, ну, по крайней мере, политика под его руководством. Вот. Эта линия на разрушение основ государственности и вторая линия на истребление, ну, кто-то там говорит, сокращение, вот, коренного населения. И заполнение его мигрантской, вот, этой средой. Ведь давайте зайти в интернет и посмотреть, в чем мы сегодня являемся лидерами. Нигде, ни по образованию, ни по культуре, ни по спорту. Ну, вот, сейчас идет Олимпиада. Мы единственная страна, вот, униженная, поставленная на колени. Ребята там, девушки наши делают, ну, невероятные. Вот, завоевывают медали. Но флага нет, имна нет, герба нет и так далее. Назовите еще хоть одно. Кения там может быть вот в таком состоянии и так далее. Но по уровню коррупции мы лидеры сегодня в мире. По уровню смертности, что самое страшное, вот, по истребрению собственного населения, условные мировые рекордсмены. А по уровню, вот, ну, какие-нибудь там Габон, может быть, еще какие-то в африканские племенные государства, может быть, они больше своих ресурсов, природных ресурсов, общенародных ресурсов отдают иностранным компаниям. Но мы, по крайней мере, на втором месте. Если еще раз подчеркну, не на первом. Посмотрите, вот сейчас будем вернуться из Пекина. О чем договорились там? О том, что мы будем еще там строить какие-то газопроводы в Китай и так далее. Но вот специалист, сегодня же я слушал специалиста, такого умудренного опыта, и он цитировал, вот, что там разные проекты поставки газа в Китай, если Европа нам, значит, там блокирует. Вот, то мы не оправдаем вложенные средства в течение трех лет. А, собственно говоря, там в скобочках, никогда не оправдаем. Но, посмотрите, у нас полстраны не газифицировано сегодня. Кого мы обслуживаем? Леонид Григорьевич, раз Запад говорит про возможное вторжение России на Украину, вы можете объяснить, а есть ли в этом какой-то практический смысл, если действительно Владимир Путин отдаст приказ на Украину зайти, какова, может быть, цена вот этой вот военной авантюры? Военная авантюра, она будет носить геополитический характер. И у меня создается впечатление, что Путин устал от России, и он хочет покончить с ней. Потому что эта широкомасштабная война, она приведет, вообще-то, к исчезновению России как целостного большого государства. Путин уже привел, что мы даже, мы после развала СССР, мы были, собственно, мир системы, своя вот мир системы. Мы перестали быть полупериферией Запада. Вот, Ельцин вернул нас туда. Ну, Горбачев там создавал условия, вернув состояние полупериферии Запада. Путин сделал нас полной периферией уже. У нас нигде никакой самостоятельности нет. Так что, как государство, как цивилизация, мы уже закончили, как государство, мы после этой авантюры перестанем быть. Вот. А дальше, посмотрите, вот, это будут широкомасштабные действия. Это не будет какой-то там лицеприв, легкая прогулка и так далее. Вот. Потому что есть силы на Западе и, прежде всего, в шаг Великобритании, о других я не говорю, которые хотели бы вот вечного, ну, вечной вражды между Украиной и Россией, чтобы мы стали врагами навсегда. А для этого, значит, должна пролиться кровь. И кровь прольется. Если вот стотысячные группировки там схватятся, это будут десятки тысяч погибших, там, десятки тысяч искореченных и так далее. Вот. И мы войдем туда, если даже будут какие-то там военные успехи, ну, захватили какие-то районы, там, даже Киев захватили, то дальше мы из Сирии сейчас никак не можем выйти. Вот. Из Сирии вылезти, влезли, никак не можем вылезти оттуда. Вот. А здесь мы должны создавать гарнизоны, там, вводить войска, антипартизанское движение, потому что партизанское обязательно будет создавать. И мы всей России должны будем вот на Украине присутствовать, чтобы удерживать какой-то порядок. Это дикость. Это дикость полнейшая. Положить лучших, десятки тысяч лучших наших ребят генофонд там, положить на Украине столько же там, если не больше. Вот. И ради чего? Ради потом постоянной вот этой вооруженной борьбы, вооруженного противостояния на десятилетия или на века. Конечно, кому-то кто-то на Западе будет радоваться. Российский газ не пойдет. Россия никогда больше конкурентом не будет ни в экономике, ни в культуре, и ни в политике. Вот. И так далее. Это страшная будет трагедия. Катастрофа геополитическая на века. Вот поэтому мы выступаем. Сегодня я еще раз подчеркну, критической ситуации нет. Я не назову, ну, кроме, вот я говорю, Британии, там определенные силы есть, возможно, вот, ни одну страну, которая хотела бы воевать с Россией, ни одну европейскую страну не назову, которая хотела бы войны на Украине. Вот. Да и американцы, многие не найдут на карте эту Украину, и гибель даже, там, десятка американских солдат, там, полсотни, она вызовет, там, ну, широкий национальный протестный всплеск. Так что я не вижу, кто хочет этой войны. А кто, по-вашему, должен... Если говорить о Китае, ну, Китай может быть заинтересован в том, чтобы российский газ не шел в Европу или там, значит, не в таком количестве, не в таком объеме. Вот. А чтобы там часть его, ну, разворачивала в сторону Китая и была дешевой от переизбытка неиспользованного. Вот, может быть, так. Такой у него интерес у коммерческих структур есть, но войны никто не хочет. Кто, по-вашему, должен, Леонид Григорьевич, а кто должен эскалацию сейчас остановить и как это сделать? Ну, вы знаете, вот мне, честно говоря, я, ну, считаю Запад геополитическим соперником, противником и всегда так относился. Но сегодня Запад после нашего российского ультиматума сделал то, чего я не ожидал. Не стал раскручивать эту эскалацию, вот. А Запад предложил вот этот переговорный процесс. Естественно, Байден, он решал и свою задачу. Сформировать вот этот ультиматум в виде российской угрозы, объединить несколько там расширившейся западную часть там Европу, НАТО, вот. И нацелить уже против России под видом защиты, защиты Украины. И они дали гарантии защиты. А дальше, посмотрите, даже Дания там проблемы выделяет сейчас для противостояния России. То есть вот мы своим ультиматумом и созданием наступательных группировок войск, мы объединили против нас весь западный мир. Да и не только западный. Вот Индия на этом фоне отказалась, такое сообщение я получил, и, надеюсь, это не фейс, отказалась от закупки российских танков. 1700 там с лишним должны были закупить. Т-90, Т-72, а значит наша танковая промышленность грохнется, честно говоря. Индусы раз нас вытаскивали в 90-е годы. Кто должен сейчас остановить это все? Как нам назад отмотать? Решается это довольно просто. Путин звонит Зеленскому, предлагает встречу. Пожалуйста, там в Швеции или если в Белоруссии не хотят, где-то на нейтральной территории. Садятся и один на один говорят. А вторая сила, которая может остановить сегодня, это общественность. Это общественность. Но это не Соловьев там, не Киселев, даже не уважаемый мною Сатановский. Потому что я слушаю, и они начинают говорить об упреждающем ударе. Яков Кедми, кстати, тоже генерал, тоже туда прыгает. Нужно не ждать, там наносить упреждающие удары и так далее. И дальше посмотрите, что на ток-шоу. Я не знаю, если на Эхо Москвы, но на ток-шоу. Какие эксперты там. И они служили, чему они учились. Которые, да, за 10 дней там закончим. То за какие там, за несколько часов мы с Украиной закончим. Я бы вот таковых, таковых, кто желает, собрал, дал бы им там противогазы, автоматы старики. Пусть они в первых рядах идут. И сыновья, или дочери Путина, там, Мишустина, там, наших этих банкиров, которые сейчас банкиры, там, руководители Алроса, вот, там, министры. Вот их туда, что ваши сыновья пойдут в первой цепи наступающих. И они бы сыграли роль остановить эту войну. Но сегодня общественность должна и средству массовой информации не быть оружием войны, которыми они являлись вот с 14-го, по крайней мере, года, когда вместо того, чтобы добром сближать наш украинский, русский народ, они все время эти пикировали, чтобы эту трещину расширять, чтобы обозлять друг друга и так далее. Вы знаете, мне вот прислали буквально на днях такой одесский анекдот. Он, да, смешной где-то, это юмор, но посмотрите глубокий смысл. Когда один еврей одесский обращается к другому. Изя, что творится? Говорит, дурдом сплошной. А что такое? А вот, говорит, русская, российская, воинская часть окружила украинскую, российские войска окружили украинскую часть. И кричат в мегафон, сдавайтесь. А от окруженных, говорит, во след им летит. Русские не сдаются. Так оно и на деле, наверное, будет. И эта пролитая кровь разведет нас навсегда во враждебные лагеря. А это вообще-то преступление. Это преступление, за которое будет трибунал там, ну, может, Гаагский, может, какой-то другой, будет судить. Потому что Россия не признает официально независимость Донбасса и Луганска. Признает это официально территории Украины и население территории. И первый же шаг через границу, вооруженный шаг, это авт агрессии. И дальше заработает 51-я статья, уставлено право на индивидуальную и коллективную оборону. Украине дадут все. И пришлет спецподразделение. И обязательно в качестве добровольцев десятки тысяч будут воевать, ну, этих частных военных компаний. Мы это видели и в Сирии, да, собственно говоря, везде. Будут участвовать. Официально, может быть, войска не пошлют, но авиация будет работать. Будут в артиллерии, там и все прочее. И будут вот эти боевики, вот, частных военных компаний. Леонид Григорьевич, скажите, пожалуйста, у нас Леонид Ивашов в эфире. А вы, как председатель общероссийского офицерского собрания, скажите, сколько офицеров по России, ваше точку зрения, могут уже разделять? Вы не проводили, мы его члены наши там проводили. Вот есть данные такие, 76 с лишним, 76,6 процента разделяют точку зрения нашу. Но это отставные, это отставные, как вы, да? Это офицеры с запаса и в отставке, вот, включая, вот, милицейское братство есть у нас там и так далее, есть там от спецслужб, вот такой у нас подсчет. Как вам кажется, как вам кажется, из действующих офицеров сколько разделяет вашу точку зрения? Мне не кажется, мы не проводим соцопросы, и нам это не важно. Нам главное не допустить вот этой кровавой трагедии, которая покончит с Россией и унесет жизни десятков тысяч людей, еще больше будет и скорее всего. Вы допускаете, что действующие военные, действующие офицеры могут проигнорировать приказ наступать на Украину? Не буду я говорить, я не знаю, я не знаю, вот, я не знаю. Ну, по крайней мере, приказ, ну как приказ, вот, сейчас они, я надеялся, что вот Путин улетел на Олимпиаду и начнем отвод войск. Но, по моим сведениям, пока отвод войск не начин. Не начин. Последний вопрос. Значит, в любой момент могут перейти наступления, потому что это группировки ударные. У меня последний вопрос, Леонид Ивашов, а вы уверены, что отставка Путина, которую вы требуете, она как-то поможет ситуации разрешить эту? Отставка даст России еще один небольшой оставшийся шанс сохранить свою государственность. Вот мы на это рассчитываем. И, конечно, избежать вот этих излишних смертей и перестать быть лидером по уровню смертности, по уровню истребления коренного населения. А на кого менять? Вы знаете, когда мне вот говорили в другие там годы и так далее, а вот кроме Путина некого. Я спросил, дайте мне данные, сколько мужского населения у нас, вот, выборного, так сказать, возраста. Ну, там свыше 40 миллионов. Я говорю, каждый из этих 40 миллионов будет не хуже, а скорее всего лучше Путина. Если человек не знает, Путин, кстати, тоже придя вот на такой масштаб, на такой уровень, он не умел ничего. Это потом его там раскрутили и так далее. Вот. Но любой нормальный человек придет без опыта даже такого вот регионального уровня, он сразу возьмет профессионалов и расставит вокруг себя. Профессионалов, пусть они там уже с преклонным воздухом, возрастом, в виде советников, создаст некий такой вот, то, что я когда-то приличную встречу Путину предлагал. Такой комитет старейшим-то, мудрецов, первое – мудрецы и второе – профессионалы с глубокими знаниями и опытом. Вот кто должен в такой ситуации. Да, это будет технически в какой-то мере президент, но это будут профессиональные знания. Посмотрите, как Лавров на одной из последних конференций ушел от ответа там, ну, будут ли там, будут ли военные действия и так далее. Он сослался на фразу Путина. Он ее не комментировал, он привел. Она примерно звучала так. Вот то, что сказал президент. Я приму решение, исходя из подсказки военных экспертов, и все. А кто такие военные эксперты? Это не мы, которые служили, а вот те, которые к Соловьеву ходят там, ходят на 60 минут, даже на телеканал «Христа», которые там выходят и за 12 часов будет уничтожена там украинская армия. Там, ну, нужно сразу идти на Киев. Другие, да зачем нужно дальше идти? Это что, эксперты или проплаченные дураки? Так что, вот, зависит, конечно, сегодня многое от Путина. И ему нужно вот то, чтобы кто-то нормальный, я не вижу нормальных вокруг него тут, пришел и сказал, Вадим Владимирович, последствия будут таковы. И вы обязательно будете судимы, как судили главных военных преступников в Нюрнбергском трибунале. Ну, трибунал будет там более демократичен и так далее. Надо довести до этого. Это обязательно будет. И причем не только вот за это будут, а дальше там избитый поинг, а дальше там и загрязнение экологии планеты и прочее, прочее, прочее. Поэтому сейчас, я говорю, нужно остановить эту войну абсолютно никому не нужную. Спасибо большое. Это Леонид Ивашов, генерал-полковник отставки и председатель общероссийского офицерского собрания в эфире Москвы. Продолжение следует...